Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И нежность, то есть девушка в розам, это все такие цвета нежные Девочка рисовала, наверное, очень нравится Нет, скорее всего, потому что мужчины вот именно женскую красоту так передают Вот эту нежность, женственность, это зачастую именно мужчины так делают А женщина наоборот, она иногда так грубовато может к телу относиться, к женскому Это я тоже замечаю в картинах Так, ну что, значит, что здесь надо сделать? Как обычно, делаем очень просто все Сейчас сделать Нужно начинать опять с колорита Смотрите, все очень просто Вот сейчас я вас попрошу, чтобы вы не как в тот раз А более так вот свободно работали Прям большой кистью вот этот весь фон Вот этот, за исключением девушки То есть все окружение просто закрасить Лодку тоже? Ну, лодку сейчас пока вот этот фон, просто он светлее Вот, поэтому прям берите, не смотрите на тростник Зонтик оставляем, тоже не трогаем женщину И лодочку не трогаем Значит, вот это все прям сразу широкой большой кистью и вперед Значит, какие цвета? Это коралловая розовая Это Санкт-Петербург голубая Вот эта вот королевская голубая И это турецкая зелень Может быть белила Вам нужно сделать растяжку Не мазки, ничего такого Не смотрим Просто закрашиваем быстро холст И применяем разбавители столько, сколько нужно То есть должны почувствовать, сколько там идет, какой замесик Чуть-чуть побольше можно разбавители Но можно палитру ставить в сторону На столчик, если хотите Ну, ставьте ее сюда на столчик Под углом Вот это можно сюда вот положить И, значит, добавляйте не один цвет, а много Ну, то есть розовенького Зелененького Голубая Эта краска Передуйте И закрашивайте все Все-все-все Можно, в принципе, если вы так по-сухому делаете То, в принципе, можно и немножко побольше турецкой зелени И немного лодочку наметить так же То есть На переднем плане Больше Накладываем Королевской голугой И немножечко потемнее Без бликов на воде То есть блики мы сейчас игнорируем И закрасив Вот так Предварительные цвета Наложив Можно сразу сделать Отражение от лодки И, соответственно, саму лодку Отражение от лодки Делается вертикальными мазками Первый слой Да, можно вот так Либо в растилочку Либо с растворителем Следите за рисунком Чтобы не сбить его Можно даже находить Краской на рисунок Но он должен просвечиваться То есть это должно быть Очень мало краски Минимальное количество Так, и самое главное Чтобы краска Доходила До Рисунка Девушки Да, пусть там Где-то, может быть Чуть-чуть На волосы Попадет Ничего страшного Ладно, чтобы вы видели рисунок И давайте Теперь Сделаем Немного Бортик 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 Можно Лодки Бортик Можно Рисовать Диагонально Вот такими Мазками Вот такими Чтобы изменить А Вот здесь Сделаем Отражение Строго Вертикальными Мазками Параллельно Линии Подрамника Вот В принципе Все Тон Подобран Замечательно Вот То, что я От вас Все время Всегда добивался Вот так Работать Это Вы сейчас Грамотно И правильно Делаете Вот Давайте Теперь Сделаем Приблизительными Цветами Вот тут Такая вещь Лодка На самом деле Темнее Бортик Лодки Темнее Чем Вода Поэтому Можете Набрать Лучше Набрать Немного Темнее Чем Светлее Высветлить Мы всегда Можем А вот Затемнить Это Может быть Изменение В цвете Потом Поэтому Лучше Затемнить Да 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 Хорошо И После этого Делаем Вертикальными Мазками Отражение Сразу В лодке И потом Переходим К Изображению Девушки И Другого Борта Дмитрий Дайте мне Вот эту Фиолетовую Которую Сейчас Хорошо Сейчас Я чей-то Заварю Смотрите Внимательно За рисунком Заварю Заварю Отражение Заварю Ск Wahl Gustав И Став Заварю zu yin Отражение прям темно-зеленое какое-то, да? Да, здесь можно даже применять болотную зелень, либо русскую зелень. То есть на этой стадии, на стадии подмалевка, особенно не думайте, какое там, ну, тем более, что это такие цвета очень-очень условные. Мы их потом будем поправлять. Единственное, что наметьте правильный угол отражения. Смотрите, по перспективке получается, что здесь меньше, а здесь больше. Вот расширение вот такое должно идти. Чуть-чуть еще можно, да, побольше, пошире. И строго вертикальными мазками попробуйте наложить эти цвета. Если кисть вам неудобна, то можно использовать маленького, либо, ну, среднего номера. Коричневый можно добавлять, то есть чередуйте цвета, теплая, такая, там, теплая, приятная зелень. Вот ее можно изобразить. Получается, что ничего не закрашивается. Поэтому можно делать акварельные подмалевки. Вообще, у меня были вебинары, фильмы, как делать это даже акварельными красками. Потому что, в принципе, возможно делать подмалевок, особенно делается иногда темберными красками. Вот. Это фактически как масло, только разбавляется водой. Но оно намного ярче. И здесь то же самое. Можно вот так вот акварелькой такой закрашиваем свет общей платья. полностью, да. Как в каких-то детских разукрасках. То же самое. Набирайте, может быть, даже еще чуть-чуть потемнее где-то на ногах. Потому что должна быть тень показана. И эта тень, эти плоскости будет темнее, чем вода. Даже на переднем плане. То есть, опять же, мы всегда начинаем разбивку по тону, да. Сразу сопоставляем, какой тон где находится. Не так, как нам кажется. А именно надо сопоставлять. Именно искать. Вот если мы делаем акцент на платье по тону, то мы его сравниваем с тоном воды обязательно. Так, чай. Так, чай. Сделай. Так. 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 Так... Так. 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 Замечательно Значит дальше что мы с вами делаем Указав общие Локальные тона У нас остаются незакрашенные места А нам надо как мы знаем в стадии подмалевка Закрасить все Чтобы не было ничего беленького Значит теперь можно перейти К изображению вот этого бортика И добавив Вот посмотрите бортик он почти Такой же по цвету Как и платье Только может быть немножко похолоднее Чуть-чуть добавьте какого-то цвета И вертикальными мазками То есть как бортик расположен Плоскость расположена вертикально Значит надо вертикальными мазками Приучать себя даже на стадии подмалевки Я понимаю что это перекроется еще все Другим слоем краски Но тем не менее Даже на стадии подмалевки Можно это уже делать вертикальными мазками Надо вот приучить себя вообще Вести изначально грамотную работу И даже когда вы делаете рисунок Какой-то Уже надо линиями обозначать Где передний план Где дальний Нажимом линии Толщиной линии Яркостью ее Вот даже карандашной линией Можно изображать И там где-то тоненькие Слабые линии Можно делать вдалеке И такие жирные, резкие, мощные Карандашом на переднем плане И то же самое и в живописи На стадии подмалевка Где-то краска ложится более пастозно На переднем плане Фактурно И на дальнем Она уходит таким образом Что тонкий слой накладывается Что просвечиваются нити холста То есть структура холста остается четкой Теперь смотрите Немножко Вот можно вот так пальцем взять Вот здесь вот подкрасить и убрать И вот этот кусочек Ну и соответственно здесь То есть всю лодочку Прорисуйте За счет вот этих розовых пятен Темных Где-то можно вот сразу Вот здесь можно потемнее сразу То есть там вот посмотрите Вот этот борт Он же уже куда свет вообще не попадает Да И можно его еще темнее сделать Да Прямо сразу показать Вот Не копайтесь То есть не останавливайтесь И быстро делайте в том же режиме В каком вы начали Это главные условия Подмалевка Иначе потом Под конец занятия Мы опять раскиснем У нас глаз уже не так будет видеть хорошо И лучше это делать сразу Вот смотрите Сейчас вы неправильно наносите мазки Потому что у нее не такая плоскость Вы вот так вот наносите Да У нее либо вот такая плоскость Не вот такая А либо такая Либо вот такая То есть надо четко понимать Какая это плоскость Как она идет Либо вот такие мазки Это очень важно Если вы вот такой угол задерете То она Я вижу Да Вот так пойдет Вот Поэтому Вот опять же Насчет мазков Плоскость Формирует именно мазки Поэтому Направление мазков Поэтому за этим надо следить Знаете Для меня это было откровением Вообще Открытием для себя Когда я тоже так же сделала Что я Бугуру показала И у меня сразу все По бугру пошло Честно сказать Я всегда думала Какая разница Закрасишь вовремя Как урон Нет Они конечно показывают А штрихом Когда в академическом рисунке Работают Тоже штрих Показывает сразу Направление штриха Сразу форму Делает Еще такой момент Посмотрите сейчас Внимательнее Вот эта часть Освещена больше Потому что она горизонтальная А эта вертикальная часть Она освещена меньше Сравните этот тон И этот тон Поэтому сразу Сделайте высветление Уже на этой стадии Вот мы же с вами подбираем Сейчас тон Не просто так Закрашиваем Значит И дальше Дальше Чуть-чуть Обтерев Буквально Немного Кисть Вы можете Наметить Волосы Девушки Для этого Можно использовать Коричневые цветы Цвета Охриста И даже Кармин Делается это Опять же Одним цветом Вот просто берете Там допустим Темно-коричневый И заполняете Посмотрите внимательно На волосы Девушки И вы увидите Что это Одна из самых Темных частей Картины Поэтому в полную силу Сейчас двумя Тремя мазками Обозначьте Волосы Девушки Но главный Тон Тут Главный Тон Поэтому Если охра Высветляет Может быть Не надо Высветить Мы всегда Сможем Опять же Лучше Перетемнить Вначале Чем Сделать Светлее Чем Оно есть Поэтому Вот сейчас Просто Закрасьте Волосы Но Очень темными Такими Насыщенными По тону Мазками Страшно Страшно Когда вы делаете Детализацию А там Не страшно Уже А там Должно Страшно Там Надо Думать А здесь Вы все Приблизительно Накидываете Угадываете Поэтому Поэтому Здесь Ошибок Полно Уже И ничего Ничего Страшно Охрой Охрой Светлой Золотистой Московской В общем Либо Такую Либо Такую Но Вы Должны Сделать Очень Темную Цвет Кожи Опять же Лучше Сделать Негритянку Сейчас Но Потом Ее Высветлить Где Нужно Чем Вы Не Домешаете И Потом Сделаете Пересветление Там Будет Хуже Это Делать Вот Ну Приблизительно Что-то Такое Она Немножко Светлее Чем Волосы Да Вот Приблизительно Что-то Такое Можно Добавлять Какие Цвета Желтый Кадмикрасный Охра Кармин Это Все Цвета Этой Девушки Ну Сейчас Это Делается Приблизительно Опять Таки Вот Поэтому Можно И Вот Такими Условными Локальными Формами Большими Именно Вы Поняли Какой Здесь Тон Где Преобладает Этот Подмалевок Не нужен Зрителю Не нужен Картине Он нужен Вам Чтобы Вы Раскидали Цвета Таким Образом Чтобы Вы Знали Что Здесь Темнее Здесь Светлее Приблизительно Цвет Такой Этот Такой А дальше Мы будем В этом Копаться И Прописывать Вот Посмотрите Тень На Зонтике Темнее Чем Вот Здесь Посмотрите Вот Это Голубая Видите Вижу Да Поэтому Сразу Это Делаем Приучайте Себя Сравнивать Тона Обязательно Потому Что Допустим Голубая Краска И рядом Охра Теплая И Либо Красный Светлый И Сразу Человек Теряется По Тону По Цвету Он Видит Различия Огромные Вот А По Тону Сразу Человек Теряется Поэтому Нужно Что Делать Нужно Сверять Кусочками Хорошо Значит У нас С вами Появился Грамотный Хороший Подмалевок Есть Рисунок Да Вот это Пятно Не нравится Мне еще Белое Там нет Этого Пятна Скорее Нам Нужно Было Сделать Подобное Пятно Вот Здесь Вот Путем Высветления А вот Здесь Его Вообще Не Должно Быть Вот Так Вот Замажьте Чтобы Вот Общее Вы видите Картину Общую Да Сейчас Секунду Я Еще Вот Здесь Тоже Есть Перебив Пересветлели Перетемнели Вот И где-то Там Вот Здесь Есть Пятна Да Вот То есть Мы Сейчас Ищем Вот Эти Вот Высветления Где-то Можем Показать Вот Такую Водичку Да Сразу Намеком Каким-то Для себя Но Это Такое Баловство Так Просто Чтобы Общить Видеть Общую Картину Вот Теперь Что мы Дальше Делаем У нас У нас С вами Все Построено Для того Чтобы Работать Дальше Мы можем Начинать С Верха Опять же Я призываю Сверху Начинать Потому что Это удобно Делать Растяжку И закладывать Светлый Тон Здесь А потом Идти Вниз Картины И Чтобы Здесь Прописать Нам нужно Придерживаться Именно Вот этому Тону Да Вот мы Тон вот этот Положили То есть Ни темнее Ни светлей Но Как бы сказать Мы можем Делать Темнее И светлее Маленькими Мазочками Но В целом Вот этот Тон Измениться Не должен То есть Вот Такой Тон Должен И остаться Вот Дальше Спускаемся Чуть-чуть Пониже Чуть-чуть Пониже И Можно С С использованием Сейчас Я вам Выдавлю Еще разок Королевской Голубой И Белил Да Вот Ну Сейчас Без Белил Скорее Королевская Голубая Вот Можно Здесь Здесь Начинаем Вот эти Круги Прописывать На воде То есть Посмотрите Тень Круга Она Точнее Волна Вот эта Да Она Немножечко Темнее Чем Свет Идет Поэтому Вот такими Мазками Добавляйте Турецкую Зелень В мазок Не Смешивайте Его С белилами Это не нужно Ну Вот так вот Где-то Скажем Королевская Голубая С коралловой Где-то Королевская Голубая С турецкой Зеленой И вот Такими Быстрыми Мазками Мы Начинаем Воду Формировать Показывать Где она Есть Эта вода Как она Идет Как Движение Этой воды Вспоминаем Что В нижней Части Картины Это Передний План Учитывая Растяжку Цветотоновую У нас Должно Быть Немного Темнее Чем На середине То есть Вот здесь Угол Прям Темнее Надо Делать Делаем Этот угол Темнее И Можно Уже Более Пастозными Мазками Более Пастозными Вот этот уголок Прям вообще Закрашивайте Посмотрите Там Не видно Почти Никаких Промежутков Светлой Краски Еще темнее Еще Прям набирайте Его По тону Конкретно Вот И Взяв Те же Цвета Приблизительные Те же Цвета Особенно Санкт-Петербург Королевская Голубая Уже Локально Вот смотрите Как надо Здесь Нанести Краску Вот таким Движением Вот таким Вот таким Зигзагообразным Одним Не надо Вот так Вот делать Не надо Это не поможет Посмотрите Вот как у автора Вот где Нужна Свежесть Маскать Вы никогда Не добьетесь Свежести Маска Если будете Вот так Вот этот Блик Рисовать Вот так Кистью Это делается Очень густой Краской И делается Вот так Раз Два Мощным Движением Одним Движением И с одного Движения У вас получится Возможно Хороший Только нужно Угадать Сколько Краски Краски Должно Быть много Бояться Нечего Если не Получилось Взяли Мастихен Счистили И заново Метры Дверь Турецкой Да Ну там Есть Чуть-чуть Турецкой Да В основном Королевская Голубая Краска Не С турецкой Вести Ну что Погнали Это не то Место Где надо Бояться Я вас уверяю Это Вот сейчас Прям Десять раз Можно Одну и ту же Операцию Делать И переписывать Ее То есть Не получилось Счистили Заново Не получилось Счистили Заново Хорошо Дальше Смотрите Вот у вас Вот здесь Что-то Получилось Да Вот здесь На переднем плане Смазывалось Можно еще Два движения Вот таких Мощных Вот не надо Вот этого Не надо Вот здесь Вот надо Еще раз Набрать Краску И мощным движением На переднем плане Показать Опять же Этот мазон Если вы Второй раз Проводите По тому же месту Не устаю говорить То получается Чепуха Поэтому Сейчас мы Работаем Вот именно так Дальше Смотрим Оставили Вот это Оставили Не надо Исправлять Тут все Замечательно Не портите Работу Дальше Что у нас идет Обтерли кисть Взяли Оранжевую Желтую И вот Такую Маленькую Змейку Рядом Положили Вот она Она идет С одного Раза Очень Пастозным Мазком То есть Она может Где-то Смешаться С этой Краской Где-то Не смешается В общем Посмотрите Как она Отходит Вот она Вот она Она идет Смотрите Вот она Вот она Вот это Розовая Желтая И вы Это же Делаете Так Вот смотрите Вот здесь Вначале Получилось А под конец Вы смазали Лучше Под конец Чувствуете Что она не идет Лучше останавливайтесь Вот это Мало Возьмите Телесную Вот Да Вот эту Вот И вот здесь Еще разок Еще разок Проведите Да Вот Оставим Оставим Не надо Второй раз Кругать Дальше Мы видим Пятно Вот здесь Вот Вот оно Взяли чистую Турецкую Голубую И одним движением Вот здесь Пятнышко Вот такое Сделали Чтобы убить Этот треугольник Который Не нужен Там Совершенно Одним Движением Хорошо Дальше Дальше Вот у нас Появился Какое-то Какое-то Движение Под лодкой У нас С вами Видно У нас С вами Под лодкой Видно Что вот это Намного Темнее Мы видим Мощные Темные Мазки Теневые И Можно Использовать Две краски Допустим Темно-синюю И болотную И опять же Не перемешивая Берете темно-синюю Берете болотную И делаете Раз Мазок Два Три Вот эти Мазки Все Которые Вы видите Делаете С одного Раза Тогда Свежесть Мазка У вас Остается С одного Это черная Она и пойдет И черная И такая То есть Максимально Темная Это Должны быть Можно коричневые Можно темно-синюю Вообще Не важно Мы видим С вами Чуть ли не черный Цвет Но он не черный Чтобы не использовать Чисто черный Вот Мы делаем Вот такими Мазками Мало Значит Взяли Краски Вот Подчеркивайте Обязательно Лодку Значит Она еще темнее Может быть Это Да-да-да Вот она И посмотрите Где она там идет Вот это подчеркиваем Два раза Не надо С одного Раза С одного Раза Делается С одного Раза И как бы вам Не хотелось Не трогайте Я скажу Если надо Будет поправить Вот Я подойду И скажу Да Вот здесь Надо будет поправить Нет И у вас прям Рука Так и хочет Так и хочет Второй раз Ну это я Уже много раз Замечал Такое Вот Теперь смотрите Что Хорошо Оставляем Теперь берем Немножко Кобальта Зеленого Света Ну вот Сейчас я Вам Дам Так Что это у меня Тут Не помню Зеленый кобальт И немного Коричневый Может быть И смотрите Вот здесь Важно угадать Мазки Вот они Видите Вот он Вот этот Мазок Вот он Вот он Только Мазки Вот такие Опять же Как бы вам Не казалось Лучше Делать От лодки В эту Сторону И они Должны быть Горизонтальные Именно Горизонтальные Мазки Не вертикальные А горизонтальные Ну в смысле Вот такие Вот сюда Нет Это диагональные А нам нужны Горизонтальные Мазки Строго По горизонту Вот так Да От лодки Прямо От темных Мест И Мазком Одним Смотрите Покажите Я еще не понимаю Набираем Допустим Вот такой Цвет Какой-нибудь И делаем Раз Мазок Два Вот они Все Все что требуется Вот так надо работать Быстро И живо У вас диагональные Они пошли тоже Ну чуть-чуть Да есть Может быть я сбоку стою Но ничего страшного То есть они все равно В плоскости лежат Вот Дальше что Вот смотрите Сейчас я Попробую вам Издалека показать Может быть вы Не видите Потому что Близко находитесь Вот Но если Присмотреться Издалека То Свежесть Живописи Она Никуда не ушла Оно Оно есть И вот эти мазки Которые вы хотели Поправить Вот они сейчас Смотрятся Наиболее красиво Наиболее выгодно На самом деле Чем Вот какие-то мазки Если бы мы Вот так бы Вот этим бы Занимались Вот эта вот Затертость Вот она Это проблема У всех начинающих Потому что Вот этим Можно заниматься На стадии Подмалевка Для угадывания цвета Но это же Начинает делать И в дальнейшем И получаются Картины тусклые Незрачные А когда вы Накладываете Вот таким мазком Одним Картина начинает Дышать Вот она И вот допустим Даже лодка Вот эта Вот сейчас Можно лодочку Эту сделать Как? Вот такими Вертикальными Мазками Но эти мазки Можно прям Лепить Вот так вот Берете и лепите И не надо Один раз Там 600 раз На одном месте Делать А прям вот так вот Берете и Добавляете Вот эти вот Мазки Автор так и делал Какие это может быть Краски Розовая Зеленая Турецкая Голубая Вот И эти цвета Быстренько Быстренько В лодочку Накидываете Довольно Пастозно Розовая Светлая Ну она Одна Это Не розовая Какой-то Другой смертный Я не помню Называется Какой-то Там у них Свои названия Они придумывают Каждый Перезводитель Что Угодно Может Выдумать Да Да Только Посмотрите Внимательно На фотографии Там нет Вот таких Промежутков Они друг на друга Ну рядом То есть У них Как бы идет Мазок свежий Но контуры Мазка Зачастую Не видны Вот И Можно Добавлять Разные цвета То есть Это может быть Розовая Это может быть Турецкая Это может быть Голубая В принципе Вам нужно Общий Борд Вот этот Обозначить Общий цвет Борта Поэтому Здесь Опять же Надо мыслить Видя Общую Общую Плоскость Не Мазок Перерисовывать Каждый А Нужно понять Вот опять же Зрив корень То есть Надо суть Понять Вот этого Борта Какой смысл Общий Это значит Вертикальный Борт Вертикальный Мазок И Это рефлексы Отражение От воды Значит Они где-то Чуть-чуть Потемнее Где-то Чуть посветлее В принципе Мазок Почти Гладкий Но Пастозный Вот Смысл Борта Да Вот что-то Такое Приблизительно Что-то Такое Здесь-то светлее Вот оно Да Ну Ладно Это Потом Мы Подделаем Если Нам Какие-то Мазки Не нравятся Мы потом Их уберем Сейчас Не надо Ничего Опять же Тронуть Дальше Дальше Прописывая Вот этот Передний план Потому что Здесь акцент В целом Делается Вот именно На передний план Никаких Бликов Мы сейчас Конечно Делать не будем Это на последнем Итапе Хотя Больше всего Может быть Вам хочется Именно Вот эти Белые Ниточки Сделать Чтобы Показать Свет Вот этот Свет Мы Сделаем В самом Конце Сейчас Мы Будем Плавно Подходить К свету Будем Накладывать Полусвет И таким Образом Работая Вот в таком Темпе Мы С вами Подойдем К бликам И сможем Прописать Их Конкретно Вот эти Части Сейчас Мне кажется Надо взять Тонкую Кисть Одним Движением Подчеркнуть Борт Вот этот Темный Раз И Потом Переходим К платью Изображение Платья Как платье Делать Мы можем Вот такими Мазками Опять же Показать Вот колени Они в тени Находятся Вот здесь Явное Затемнение Посмотрите Форму Просто Условно Форму Не На мазок Смотрите Раз Мазок Два Если За мазками Гоняться До утра Мы не Напишем Мы собьемся А вы Смотрите На эту Форму Мы Рассматривали Массу Вот в целом Одну Массу Потом Вторую Массу Отражение Лодка Третья Четвертая Теперь мы В этих Больших Участках Начинаем Раскопаться То есть Мы Добавляем Рефлексы Добавляем Рефлексы На лодке Добавляем Затемнение Здесь Рефлекс Здесь Затемнение Здесь Свет Здесь Вот Когда разбираем Таким образом Картину А потом Мы уже Только Под конец Начинаем Добавлять Мазочки Которые Будут Показывать Что это Коленка То есть Складка Идет Почему Складка Здесь идет Потому что Здесь Коленка Находится И здесь Соберно Сделать Складку Она не просто Так Этот мазок Он именно Показывает Складку Ноги Вот Значит Ну Дальше Я расскажу Давайте Вот По большим Массам Вот этим Можно еще Уплотнять Добавляем Розовую Королевскую Голубую Королевскую Голубую Даже Где-то Может быть И яркие Такие Мощные Мазки Кармины Вот они Они идут Тоже Подчеркивание Или Какого-нибудь Английской Какой-нибудь Красной Вот этой Или охрой Красной То есть Делаем Это все Делаем Это все Большими Плоскостями Это Уверяю вас Совсем Не страшно Это опять Не та стадия Когда надо Бояться Опять же На этой стадии Вы сейчас Вот из Подмалевка Выходите В стадию Прописки Объема Вот И в этой стадии Вот совершенно Нельзя Ну если я рядом Да То нельзя Испортить Картину Потому что Если что-то Не так Мы берем Салфетку Стираем И все И заново Рисунок Можно Холст вытереть До такой степени Что ваш рисунок Будет просвечиваться Так Значит Замечательно Замечательно Получилось Так Как надо И Вот Здесь Вот такими Пятнами Мазочками Именно Видна Красота Всего Мазка Посмотрите У нее рука Кстати Просвечивается Возьмите Одним Движением И Охру Золотистую Какую-нибудь Вот Такую Такую Я не знаю Там Темным В общем Вот здесь Покажите Вот этим Движением Продолжение Руки Когда он Просвечивается Одним Движением Хорошо Дальше 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 Мы с вами Работаем Продолжаем Уточнять Все Вот эти Детали Здесь Можно Обозначить Получше Вот посмотрите Здесь Бортик Идет Да Вот на линии А то он Слишком Широкий Получился Вот Вы Да Вот Вы ее Сделаете Вот здесь Покажите Что она Сидит Там На этом Сиденье Вот здесь Потемнее Чуть Сидит Вот сюда Мазок Можно Корнину Еще Темнее Вот Посмотрите Какой Мазок Вот этот Это Собственная Тень Голова Она же Как Гипсовый Шар По Тональному То есть Свет Блик Свет Полусвет Тень Собственную Тень Рефлекс Падающую Тень Вот Это Нужно Все Учитывать И Бортик Бортик Не забывайте Подчеркните Его Там Вот Эту Линию То есть Отделите Как-то Чтобы Это Было Понятно Что Это Одна Плоскость И Это Другая Плоскость Хотя Там Тень Падает Вот И Дальше Мы Начинаем Опять Же Работать Скорее Всего Сверху Вот Я Могу Сказать Что Вы Научились Вести Подмаревок Первую Стадию Без Проблем Но Дальше Вот Когда Вам Объяснять Нужно Как Делать Вам Нужно Либо Смотреть Тогда Получается Да Потому Что Дальше Вот Мне кажется Начинаются Проблемы Вот Когда В детализации Мы Подходим Вот Ну Я Не знаю Как Вы Сами Сможете Или Нет Если Я Вам Вообще Сейчас Не Говорил Что Делать Поэкспериментировать Вот Давайте Ну Так Я Вам Скажу Просто Как Это Делать В В общем Не Подробно Вот Как Я Скажу Как А Я Посмотрю Сможете Вы Это Сделать Или Нет Вот Как Я Решал Дальше Вот Эту Проблему Так Бортик Так И Не Сделали Сейчас Сделайте Начните Сбор Нет Ну Вот Смотрите Здесь Две Плоскости Одна Плоскость Вот А вторая Плоскость Вот Она То есть Вот Это Вот Такая Плоскость Я Еще Вот Это Делаю Вот Вот Смотрите Я посмотрю Вот Сейчас Камеру Выключу И Потом Включу И посмотрю Изменится Что Нибудь Вообще Или Нет Буквально За 5 Минут Ничего Не Измени Вот Это И Страшно А Должно Быть За 5 Кардинально Поменяться Потому Что Это Не Детализация Сейчас Надо Работать В полную Силу А Я Уже Вижу Что Вы Начинаете Вот Этой Заниматься Вы Сказали Подчеркной Бортик Да Но Это Делается Две Секунды Раз Одной Линии И Все Это Не Делается Тонкой Кистью С Разбавителем Несколько Штрихов Вот Это Делается Мощным Одним Движением Все Сейчас Так Делается Именно Вот Такими Быстрыми Мощными Мазками Не Не Копаемся Вот Значит Что Что Я Сделал Сейчас В этой Картине Еще Раз Начиная Сверху Вниз Сверху Вниз Я Бо Наметил Вот Эту Часть То Есть Более Плотными Мазками То Более Кроющими Мазками То Есть Толщина Мазка Должна Быть Больше И Я Начал Опять Горизонтальными Линиями Добавлять Света Учитывая Всю Тональность Опять То же Самое Что Вы И Делали Только Больше Краски Получается То Мы Берем Турецкую Мощными Мазками Начинаем Накладывать Это Это И Чем Ближе К Передним Плану Тем Больше Мощнее Мазки С В этом Мастер Классе Повторил Эту Фразу То Есть Вы Постоянно Делаете С одного Раза И Заполняете Все Вот Это Лепите Форму Здесь Круговыми Движениями Здесь Горизонтальными Здесь Уплотняете Темнее Трестнички Вертикальными И Приблизительные Цвета И Опять же Слой Краски Должен быть Большой То есть Он должен Перекрывать Предыдущий Слой Мы с вами Будем год Учиться Когда можно Это все Понять За несколько Сеансов Значит Вот Вот Именно это Я у вас Хотел Чтобы у вас Получилось Более того Если вы Так вот Решаете Проблему Продолжайте Вот смотрите Вы в одном месте Вот На лад Положили мазки Вот Именно так же От зонтика За зонтиком Вот здесь Где-то Вот здесь Смелее Живее Быстрее Мне Не нужно Вот этого Дилетантства Которым Все время Все занимаются Начинающие Прям Каждый мазок И главное Я вот сам Когда начинал До профессионального Обучения Я думал Что я Вот сейчас Сяду И напишу Вот Выложусь На полную Это будет Постараюсь Написать Шедевр А для этого Мне нужно Много стараться И вот это Старание Исправление Мазков Как всегда Приводило К затертой Картине Здесь же Надо Относиться Небрежно К картине В плане Вот этих Мазков Но Общий Общий Смысл Понимать Как они Должны В каком Направлении Двигаться Какой Должен Цвет Какой Должен Тон И Все усилия Делать Именно На это А не На Красоту Этого Мазка Ну вы что Значит они очень нравятся Да Либо это Денежный Вопрос Вот И они на что-то Надеются Как знать Вот Я им говорю Давайте У меня есть Более достойные Картины Чем Эта Живопись Потому что там Видно Что это Дилетантская Живопись Вот Но Ни в какую Прям Вообще Причем Да У меня Есть Такие Профессиональные Работы Давайте Обменяю Давайте Выкуплю Их Нет Пусть Такая Остается Вот Поэтому А То есть Денег Хотят Больше Ну Не денег Но Может быть С перспективой Понимаете Все равно Картины Дороже Становятся Вот У меня Портреты Были Там Очень Низкие Цены Сейчас Они Я их Намного Дороже В этом Году Они Повышаются Все время Цена На Живопись На Портреты Ну Вообще На Все На Пейзажи Портреты Это Профессиональная Живопись А Дилетанты Перебивают Цены Есть Хорошие Картины Люди Не Профессиональные Рисуют Поэтому Для Бытовых Целей Как бы Людям Наверное Достаточно Ну Для Бытовых Да Так Вот Значит Наконец-то У нас Идет Прогресс Вот Эти Вот Вот Это Это Замечательно Ну Давайте Теперь Перейдем К прописке Сейчас Можно Приступать К прописке Деталей Значит Прежде Чем Это Делать Давайте Еще Светлее Сделаем Зонтик Вот Здесь Посветлее Сделаем Опять же Свет У нас Как пишется Пастозно Значит Грубым Толстым Мазком Краски Двумя Тремя Мазками Накладываем На зонтик И получается Ну и можно Сбелила С розовой Вот здесь Тоже Вот этот Воротничок Вот этот Где-то Вот здесь Рюшечки Тоже Выделить Сейчас Вот именно Прям С белой Красочкой То есть Так Чтобы По тону Начала Появляться Вот эта Освещенность Да Да И Значит Можно Еще Добавлять Немного Охры Да То есть Вот Пропишите Вот этот Кусок Пока Уплотните Его Так Чтобы Он Был Как на Картине И потом Тогда Мы От него Дайте 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 Еще Коралловую Розовую Коралловую Розовую Розовую Вместо Коралловую Можно Использовать Допустим Эту Белила И Это Приблизительно Те же Коралловые Цветы Мне кажется Красный Кадми красный Ну Кадми красный Можно Тоже В эту Добавлять И Эту Краску Чуть Чуть Капните И Получится Приблизительно Коралловая Да Вот Она Такая Есть У меня Есть Чуть Но Я Хотел Ее Уставить Вот Она Приблизительно Такая Есть Поэтому Все Это Смешивается Это Знаете Когда Быстро На Пленеле Работаешь Нужно Слишком Светло Потемнее Еще Чуть Еще Чуть Чуть Сбирайте Надо Вот Покопаться И Этот Тон Найти Про Писателю Иначе Не будет Выглядеть Ярко Девушка Будет Она У нас Еще Темнее Еще Посильнее Побольше Наберите Еще темнее Еще темнее Чуть Подгрязнем Вот Так Оставим Вот Значит Здесь Пока Оставим Теперь Теперь Давайте Давайте Вот Что Сделаем Вот Посмотрите Вот Здесь Падает Тоже Темное Довольно Таки Вот Нужно Прям Еще Темнее Даже Чем Вот Эту Взять Набрать И Одним Мазочком Положить Даже Темнее Чем Вы Видите На Экране Вот Он Этот Кусочек Прям Один Мазок Чтобы Он Очень Темный Был Не Почему Потом Прям Вот С этим Совпадает Ну И Сделайте Темнее То Есть Сделайте Целенаправленно Темнее Потому Что Да Вот Так И Даже Можно Добавлять Туда Еще И Охру Вот И Сейчас У нас Сразу Появится Разница Которую Мы Увидим Видите Свет На Коленях Который Мы Сделали Слишком Светлый Вот Теперь Получается Свет Если Сравнить Этот Свет С Тем Светом Который Там На Фотографии То 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 Тоже Надо Темнее Делать Нормально Нормально Даже Ну Ладно Пусть Да Так Вот Вот Этот Кусок Тоже Темнее Весь То 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 Свет Он Должен Будь Сейчас Темнее Высветлить Блики Вот Она Знаете Почему Так Смотрится Иногда Потому Что Делается Общий Тон А Потом Бликами Догоняется Этот Тон До Светлоты Нужной А У нас Получается Мы Сразу Бликами Можно Сказать Уже Сделали Вот Еще Розовых Чтобы Не было Это Откровенно Синее Еще Уплотняйте Уплотняйте Прям Делайте Почти И чтобы Празницы Никакой Не было Между Этими Доскостями Мы Высветлить Можем С одного Маска Делайте Делайте Во Сколько Делайте Делайте Бывает И в 2 И в 3 Нет Это Я Вообще Не Смогу Так Жить Так Вот Вот Это Уже Интереснее Интереснее Значит Еще Что Нужно Сделать Вот Это Плотнее Вот Это Плотнее Делайте Еще И Вот Здесь Плотнее То есть Скос Идет Вниз Поэтому Все Убирайте Вот Она Уже Становится Так Это Вы Наоборот Светлее Делайте Давайте Вот Уберем Давайте Пока Сделаем Вот Так Очень Темное Еще Темнее Вот Как Набираем Дальше Можно Где-то Даже Здесь Еще Подчеркнуть Потемнее Капельку Иначе Мы Делаем С вами Одну И ту Работу На месте Копаемся И Вот Эту Еще Можно Чуть Чуть Да Даже Вот Так Вот Когда Пойдут Яркие Цвета Ну Конечно Чем Контрастнее Тем Ярче Где у Нас Нету Яркости Вот И Вот Это Вот Посмотрите Теперь Она Смотрится Очень Даже Ярким Цветом Да Ну Теперь У Нас Вот Этот Тон Совпадает Практически С этим Посмотрите А Здесь Должно Быть Тельнее Да Ну Нормально Тут Все Сейчас Смотрится Сейчас Все Нормально Смотрится Даже Ну да Можно Собственную Тень Подчеркнуть Тонкой Кистью То есть Вот Она Тень Да А В ней Есть Складка Еще Одна И Вот Груди Подчеркнуть Это Можно Тонкой Кистью Чуть Чуть И За Счет Это Уже Будет Это Уже Вторая Стадия Когда Детали Мы Пишем То есть Раскидывать Надо Сейчас Большие Формы Опять же Вот Сейчас Мы Вот Здесь Высветлили Да Вот И Получилось Опять Несовпадение Значит Нам Нужно Опять Сейчас Там Где-то Темнее Где-то Светлее Где-то Блики Может Еще Даже Здесь Какой-нибудь Блик Сделаем Как Знать Вот Значит Белилами Можно Вот Здесь Высветлять Вы Видите Там Свет Откровенно Где-то Здесь Надо Четко Показывать Тоже Свет Белилами Вот Здесь Это Все Придаст Яркости Вот Это Чуть Посветлее Может Да 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 Вот Для Этого Можно Использовать И Это Ваша Нет Это Моя Это Моя Это Вот Это И это Тоже Темнее Да Темнее Лучше Сейчас По тону Больше Набирать Чем Оно Даже Вы Видите На Экране То есть Всегда Старайтесь По тону Чуть Чуть Взять Больше А потом Это Можно Высветлить Можно Свет Всегда Вкинуть Можно Блик Потом Свет Вкинуть Это Все Потом Решается Плохо Наоборот Когда Светлый И ее Темнее Потому Что Светлая Белила Она Придает Кроме Света Ну То есть Высветление Краски Она Еще И Свет Меняет Краски Поэтому Белила Это Очень Интересный Свет Пойдем Принесу Чехол Попьем Пойдем 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 Да, вот плавненький переходик нужен. Да, что-то лев прям совсем шесть тысяч, я прям переживаю. Она и та картинка тоже. Ну ладно, та-то может быть, да. Все равно 40 на 50. Ну, дешево. Ну вот, допустим... Ну, когда вместе сразу, если у меня сразу две брали, я бы тоже подешевле. Да, вы же тоже скапливаете. Ну да, да. А вот, допустим, те, которые на стене вот эти картины висят, я хоть как-то торгуюсь, я их не продам. Не продам. Ну, лев-то ладно, но он все равно тоже такой. То есть можно ему продавать. А эти не продам, эти мне дороги. Так. Так. Вчера я берилки выдавил Татьяну для вас. Ну, они остались, да? Да. Пообщались вчера мы с вами. Так. Да. Еще даже чуть-чуть посветлее. Еще? Да. Ну и, наверное, будем сейчас заканчивать скоро. Он какой-нибудь темный. У вас перчатка под цвет воды на камере. Я подбирала в тон. Подбирали в тон, да? Вот. Хорошая картина получилась. В нежных тонах. Так что удалось все, я считаю, детали. Очень яркая, солнечная и красивые сочетания. Так, хорошо. Задачу мы все-таки выполнили. Ну, вот эти вот всякие. Вот здесь вот. Потом можно будет чуть-чуть вот так вот повозюкать, да? Там прописать. И на зонтике вот здесь вот тоже вот эти зонтики. Ну, когда подсохнет. Да, да, да. Там незначительные. Они скорее даже это может быть просветы, там, камышей и все такое. То есть это может быть так. Он красиво смотрится. Изящность передает. Вот. 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 В . Вот.